Поздравляю Василию Васильевичу Квачкову! Поздравляю Василию Васильевичу Квачкову! Поздравляю 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 Васильевичу Квачков! Поздравляю Васильевичу Квачкову! Поздравляю Васильевичу Квачкову! Поздравляю Васильевичу Квачкову! И они засидел уже 9 лет! И сейчас, вместо того, чтобы выпустить его в ПУД, они собраны ему новую статью по 205 части 2 о том, что он якобы оправдывает терроризм! И в результате вместо того, чтобы извиниться, выпустить... хотя бы на каких-то условиях, они настолько сильно боятся его, боятся его слова, слова правды, что они сейчас собираются его заново судить. Юрий Анатольевич Екишев, в отличие от экспертов Центра Э и ФСБ, не объединял евреев, иудеев, и ждух в один ранг. Ну, как мы видим по экспертизам спецслужб, именно они разжигают по полной программе, именно они объединяют всех в одну кучу, и таким образом они стравливают общество максимально, насколько это возможно, заранее обвиняя человека в том, в чему он и близко не участвовал. Уже больше года лишены свободы Валерий Парфенов, Юрий Игнатьевич Мухин, Кирилл Барабаш, Александр Соколов. Люди хотели провести референдум по теме ответственности власти перед народом, мы в результате оказались в тюрьме. Вот они сидели в тюрьме, а когда общество начало высмеивать вот эту ситуацию, когда то, что положено в Конституции нашему народу, вот за это ИГРП ЗОФ в составе четырех человек сидит в тюрьме, когда люди начали высмеивать, то вот следственный комитет решил обвинение переменить. Ну так легко, просто сидели заодно, а теперь они сидят за распространением экстремистских материалов. Суханов адвокат бьется, бьется, подает жалобу, его не допускают, свидания не дают. Вот такие у нас экстремисты в нашей стране, да, одни отрезают детям головы, взрывают автобусы, и тем самым в обществе находится состояние стресса постоянного, да, что для системы управления очень важно, чтобы люди были разрустнены, боялись, а с другой стороны, те, которые хотели следовать Конституции, они оказываются в тюрьме, и невозможно ничего делать, потому что судьи всегда поддерживают сторону обвинения в нашей стране. Даже при Сталине, и то в десять раз было больше оправдательных приговоров. Вы понимаете, что происходит? А следственный комитет, прокуратура и всякие остальные службы, они полностью выполняют приказы олигарха режима. Вот в чем мы находимся, и вот люди, которые, там, начинают давать советы, как бороться в судах, они не понимают, им нужно просто выходить почаще в эти суды, чтобы понять, что происходит у нас в стране. У тебя права на защиту нет, особенно если ты политически заключен. Вот в отношении меня, ну, назвать репрессиями это пока сложно, а пугают. Значит, что произошло недавно? Нашего админа, группой поддержки политзаключенных, долго-долго мурыжили на почте, около двух часов. Ой, мы не можем отправить, можем, не можем, подождите, сейчас отправим. И в результате, как бы, он уже развернулся уходить, выходит, а его полиция встречает. Это значит, работникам почты дали задание протянуть время до приезда полиции. Эта целая спецоперация была совершена в отношении админа поддержки, группы поддержки политзаключенных. Значит, они его везут в ОВД Очакова-Матвейская, там допрашивают, спрашивают, почему вы помогаете террористам. Значит, все наши, все русские националисты для этой власти террористы и экстремисты. И по-другому они никаким образом не хотят представлять русскую политическую прослойку. В общем, админ там ответил на вопрос, что скрывать нечего, что мы полностью открыты. Мы помогаем людям, которые сидят в тюрьме. Это акт милосердия. Ну, как бы, к этому времени еще четверо гражданцев подъехали, поспрашивали про меня. Вот, а вчера, помимо всего этого, еще участковый вызвал нашего админа и сказал, что он теперь состоит на учете. А админ спросил, а в чем я виноват? Ни в чем. А в чем меня обвиняют? Ни в чем. Вот такая ситуация. Как бы, следователь Калайпа сказала, что на меня заведено дело. Заведено дело по статье 2.8.2, ну, мы пока не можем поймать, потому что они не считают нужно вообще отвечать о том, что заведено дело, не заведено запрос, отправлен. Тем не менее, они не отвечают. За это время Крамаренко выгнали, руководителя Следственного комитета ЦАО, да, его выгнали, потому что он в преступном самом обществе участвовал. Между прочим, это преступное сообщество убивало людей. Ну, по сведениям СМИ, насколько мы знаем, они убивали одиноких москвичей для того, чтобы завладеть их квартирами, помимо того, что кадыровских бандитов там отпускали, вот и другие бандиты там, которые стреляли, отпускали, да. Вы понимаете, кто судит и сажает в тюрьмы наших соратников? Самые настоящие экстремисты и террористы. Вот в чем дело. И вот с такой действительностью мы столкнулись. Поддержки нам нет куда ждать. Все правозащитные организации, системные, несистемные, вписаны в эту олигарху систему. Западные правозащитные организации тоже ангажированы олигархом режимом. И в результате КПМИ мы можем полагаться только друг на друга. Помогать друг другу, поддерживать семьи полезаблюченных, потому что режим сразу начинает такие условия создавать, чтобы родственников там увольняли с работы, дети были запуганы. Надо отметить, что они сейчас придумали, уже прилично придумали такой вариант, как тебя без суда просто-напросто заносят в список экстремистов и террористов. И потом ты не можешь ничего получить, ни своих денег, ничего. И в результате потом ты даже отсидишь, выйдешь, ты не можешь устроиться на работу. Вот такая ситуация. Полный произвол со стороны правоохранительных органов, которые являются хумуями олигархом режима. Понимаете, хумуи, олигархом режима, преступники, экстремисты и террористы. Они клялись, клялись они, понимаете что, они клялись народу, защищают народ. А защищают они олигархом режиме, служат они именно ему. Вот что у нас сейчас происходит. Понимаете, они вводят каких-то судов, каких-то засекреченных там свидетелей обвинения. Никто их не видел, никто их не знает, но эти свидетели обвинения вещают о том, что они там что-то слышали, что-то видели, и этих свидетелей никому не показывают. А потом за тебя 100 человек свидетелей защиты придет, заступится. Иисус скажет, что они не считаются, и твои экспертизы тоже не считаются. Понимаете, что происходит? Все это война против русского народа, против активистов русского движения. Это самая настоящая война. Сажать они будут еще больше. Практически на всех уже заведены дела. Они до поры до времени лежат, эти дела. Если ты публичный человек, то обязательно дело на тебя уже состряпано. Вот что нам делать? Только поддерживать их еще сильнее друг друга. Распространять информацию, чтобы общество как-то подключалось. Потому что когда спосят нас, потом это коснется уже остальных. И все люди, все наши граждане должны понимать, что это дальше коснется их. Еще раз поздравляю Владимира Васильевича Квачкова, потому что для них он страшен, потому что он не изгибаем. Они хотят показать, что русских героев нет. Но русское движение сильно именно русскими героями. И русский народ жив. И тем не менее, Бог все видит. И нам надо держаться друг в друга и поддерживать друг друга. И сила наша в правде. Спасибо. Спасибо.